Макеты заснеженных улиц, поющие и танцующие фигурки вечно зеленых красавиц и новогодние украшения из подшипников или компьютерных пластин. В Гродно выбирают лучшую техно-елку региона. В этом году в конкурсе представлено около 300 работ. Самые разные стили и техники исполнения, природные и подручные материалы в сочетании, фигурки распечатанные на 3D принтере, яркая иллюминация и рождественская музыка. К реализации своих задумок конкурсанты подошли с неподдельным интересом и фантазией. Поражают макеты заснеженных улиц, дома, припорошенные снегом, лавочки, фонари и даже люди в миниатюре. А рядом елочные украшения, щелкунчик, куранты, дедушка Мороз со снегурочкой и символ 2025 года – змея. После небольшой экскурсии по экспозиции так или иначе невольно появляется ощущение приближающегося чуда. 123 учреждений образования Гродненского региона приняли участие в этом проекте. Из них 17 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 20 учреждений среднеспециального образования и остальные – это школы. Школы города Гродно и школы района. И каждый год, уже с 2015 года проводятся конкурсы, каждый год мы удивляемся фантазии наших участников, их техники, возможности сочетать различные материалы. Выбирать победителей будут в 11 номинациях. Среди таких традиционных позиций, как хай-тек, елка, рождественское украшение или новогодний сувенир, появилась новая – елка победы. Она приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Увидеть всю выставку можно в областном центре технического творчества по улице Василька, 31 до 20 ноября. Преподаватели даже проведут экскурсию и расскажут подробнее об изделиях, стиле работы, технических возможностях и не только. Вход свободный. А уже 26 ноября работы победителей в каждой из номинаций отправятся на республиканский этап конкурса в Минск.